Вторая краевая клиническая больница. В конференц-зале собрались те, кто отвечает за здоровье и жизнь кубанцев. На повестке дня одна из сложнейших проблем не только нашего региона, но и всего мира – онкология. Число заболевших раком растет, поэтому, акцентирует куратор соцблока Анна Менькова, ставку нужно делать на раннюю диагностику. Вовремя выявить болезнь – значит получить дополнительные шансы на выздоровление пациента. И это зона ответственности не только лечащих, но и главных врачей. Безусловно, каждый главный врач должен быть озабочен тем, чтобы смотровой кабинет работал и в вечернее время. У нас из 181 кабинета каждый четвертый работает только в первую смену. В поликлинике номер 4 Армавира и в поликлинике номер 1 Краснодара люди не могут получить консультацию после работы. В Новокубанском и Теблюкском районах смотровые кабинеты не работают в принципе. Мы с вами неоднократно, коллеги, говорили о том, что личная ответственность, она остается, сохраняется. Ее нужно глубоко понимать. Почему на вашей территории происходят те или иные ситуации, те или иные случаи смертности. Я даю поручение Министерству здравоохранения ввести критерии оценки главных врачей, по которым мы ежегодно будем вас оценивать и, соответственно, делать необходимые выводы. Вовремя заподозрить онкологию должен уметь каждый врач первичного звена. На Кубани больше 80% участковых терапевтов такие курсы уже окончили. Однако некоторые районы все еще отстают. В список попал Мостовский. К ответу прямо во время коллегии призывают руководителя местной больницы. Такой низкий показатель 2019 года за счет того, что мы их обучили в 2017-2018 году. 23 врача-терапевта. У нас в 2017 году обучилось 9 и в 2018-м 14. В 2019-м году из этих 23-х одна ушла в декрет, одна уволилась. И приняты двое. Ну вот их двое нам надо обучить. В 2019-м на борьбу с онкологическими заболеваниями на Кубани выделили больше 7,5 миллиардов рублей. Цифры внушительные, как и возможности. Это и покупка современного оборудования, и жизненно необходимых препаратов, открытие центров амбулаторной онкопомощи. Только в этом году в нашем регионе их стало 11. В следующем появится еще 7. Это позволит снизить нагрузку на специализированные диспансеры и опять-таки выявлять рак как можно раньше. Сейчас в крае 59% всех случаев рака выявляется на ранних стадиях. Целевой показатель на этот год составляет 58,5. К 2024 году данный показатель должен составить 63%. Активно включаются в борьбу против рака и непрофильные лечебные учреждения. К примеру, в первой краевой больнице ввели приоритетную регистрацию онкопациентов. Кроме того, расширяют спектр лечения. В настоящее время другие виды лечения у нас были традиционно предоставлены для больных легочных. Сейчас мы переориентировали наши усилия. Поэтому медикаментозное лечение могут получать пациенты кулопрактологические, больные урологические. Мы увеличили количество онкологических коек. Если раньше было 30, то сейчас мы увеличились до 58. В этом году число умерших от рака трудоспособных кубанцев снизилось по сравнению с прошлым на 70 человек. Однако онкология не отступает. Наоборот, прогнозы неутешительные. Поэтому важно анализировать каждый смертельный случай, чтобы понимать, что пошло не так и на каком этапе. И больше не допускать таких ошибок. Для этого в крае разработали четкую схему разбора ситуации. То есть, когда пациент обращался в поликлинику, по какому случаю? Посещал ли он смотровые кабинеты? Проходил ли он диспансеризацию? Вот в разборе это все должно быть указано. Это говорит о активности первичного звена. Пропагандировать диспансеризацию и обязательные профосмотры – задачи не только медиков, но и властей на местах, отметила вице-губернатор. Кроме того, важно рассказывать людям о пользе физкультуры, зарядки, да и просто правильного образа жизни. План таких акций здоровья уже есть. Теперь необходимо воплотить его в жизнь. На онкопатологию. Для вам...